Ольга Костин Начнем эфир с важной новости. Вчера вечером очень мощный циклон накрыл Москву и регион. Ураган с ливнем и сильным ветром бушевал в городе. В середине дня небо резко почернело, после чего начался ливень, сопровождаемый сполохами молнии. Жители делились в соцсетях видеозаписями с кадрами, на которых им удалось запечатлеть непогоду. Деревья во дворах гнулись от порывов воздушных масс, а на небе образовались характерные для урагана вихревые воротки. Коммунальные и дорожные организации «Электрогорска» оперативно приступили к устранению последствий непогоды. Проводились работы по ликвидации поваленных деревьев и обрывах контактных линий. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева на этот период все экстренные службы города переведены в режим повышенной готовности. К другим новостям. Высаживать лес осенью и весной – это добрая традиция, которая сложилась у нас в Подмосковье. Так сказал в своем выступлении губернатор Московской области Андрей Воробьев. Изначально эту акцию проводили там, где нужно было закрыть пустоту после санитарной рубки из-за жука-караеда. Когда же проблема была решена, мы стали высаживать аллеи, озеленять наши парки и скверы. За эти годы акция стала по-настоящему семейной, она объединяет все больше неравнодушных людей. О том, как акция прошла в «Электрогорске», расскажем прямо сейчас. В рамках всероссийской кампании «Сохраним лес» в Московской области стартовала ежегодная экологическая акция «Наш лес, посади свое дерево». В Московском регионе мероприятия будут проходить до 30 сентября. Сегодня в «Электрогорске» акция прошла, но в связи с введенными ограничениями не так масштабно, а локально на выделенных площадках, а их 12. На территории города всего планируется высадить более 500 различных деревьев и кустарников. В этом году по требованиям Роспотребнадзора массовые мероприятия не проводятся. Посадки осуществляются небольшими группами с соблюдением правил предосторожности. В акции приняли участие многодетные семьи, волонтеры, молодежь, коллективы учреждений и управляющих организаций, а также старшее поколение. Присоединился к высадке саженцев и глава города Денис Семенов. Он отметил, что акция преследует цель не только озеленить и приукрасить двор, но и объединить жителей вокруг общего дела. Начиная с 2016 года в «Электрогорске» высажено более 10 тысяч деревьев. Ежегодно предприятие «Кронашпан» присоединяется к экологической акции и помогает в приобретении посадочного материала. Компания «Кронашпан» традиционно принимает участие в массовой экологической акции «Наш лес – посади свое дерево». Только в прошлом году компания высадила около 4 тысяч саженцев. Сегодня мы высаживаем деревья и декоративные кустарники в школе номер 16 и детсаде «Светлячок». Компания уже неоднократно оказывала помощь своим подшефным учреждениям. Например, в прошлом году мы дарили кухонные гарнитуры для детского сада и футбольное поле для школы номер 16. В этом же году в поддержку общей идеи экологической акции компания «Кронашпан» выступает совместно с ребятами из школы номер 16 и детсада «Светлячок» с оформлением территории этих учреждений. Мы ежегодно проводим экологические акции вместе с детьми, посвященную Дню Птиц, а в этом году высаживаем саженцы, потому что мы уверены, что это всегда положительно влияет на их мироощущение и восприятие. Таким образом, мы будем уверены, что и наши дети не оставят идею высадки леса и заботу о природе в будущем. В этом году акция проходит с особыми мерами предосторожности. В целях профилактики заражения COVID-19 сотрудники компании работали в защитных масках и перчатках. Полюбившиеся жителям мероприятия объединяет всех общей идеей и пользой. Очень приятно видеть, что жители находят время, откладывают дела и вместе с детьми приходят, чтобы посадить свое дерево. Я уже 7 раз прихожу сюда, и я сегодня пришла с родителями. Я учусь в этой школе, и приходить буду смотреть на розы. В какой раз ты уже принимаешь участие в акции? С кем ты сегодня пришла сажать деревья? Я принимаю участие в акции два раза, и пришла сажать деревья я с мамой, с братом, и все. А где раньше высаживали? На каких местах? Мы высаживали в городском парке, в школе и в Ногинске. Я сегодня посадила кустики. Тебе вообще нравится этот процесс? Нравится принимать участие в таких акциях? Да. Участники акции высадили более 500 деревьев и кустарников на территориях образовательных учреждений. Это школы 14-16, детского сада 39, светлячок, придомовых территориях. В нашем городе много благоустроенных дворов. Капитально отремонтированное асфальтовое покрытие, детские площадки, лавочки и урны. А вот молодых деревьев не хватает. Жители взяли это в свои руки. Благодаря акции через некоторое время дворы заиграют яркими красками. Ваш двор вошел в программу комплексного благоустройства. Одна из неотъемлемых позиций – это озеленение двора. А вот скажите вы, как житель двора, насколько важно именно проводить озеленение территории города? Это очень важно, потому что мы дышим тем, что выдыхают деревья. То есть все полезно, это очень. Посадка дерева – бесценный опыт, благодаря которому вы проведете время с пользой для планеты и для самого себя. И посадив свое дерево, вы будете год из года проходить мимо него и с интересом наблюдать за тем, как оно растет и как распускаются на нем листья. Денис Семенов посетил городскую больницу. По словам главы, медицинские услуги населению города должны оказываться качественно и в комфортных условиях. Поэтому визиты в учреждения проходят регулярно. Глава проверил работу каждого отделения, за исключением терапии, где проходит лечение жителей, чтобы не беспокоить пациентов. Пообщался с заведующими отделений, обсудили существующие вопросы, рабочие и технические моменты. В отделении неврозов глава поручил заменить старую мебель при входе. На территории больничного городка убрать листву и мелкий бытовой мусор. В целом учреждение работает в штатном режиме. Есть ряд замечаний, которые необходимо оперативно устранить. Это касается уборки прилегающей территории и текущих ремонтных работ. Глава обсудил с заведующими детского и взрослого поликлинических отделений вопросы работы, приема специалистов, поставки медикаментов, а также вакцин от гриппа. Одна из главных задач – настроить новое оборудование в диагностическом корпусе. Расстроило то, что с момента открытия некоторое оборудование еще не введено в эксплуатацию. Расстроился, конечно, что у нас оказывается в диагностическом отделении, в корпусе, до сих пор есть новое оборудование, которое еще не приступило к работе и не настроено, или с ним пока не могут понять, как разобраться. Даю поручение нашим медикам, заведующему диагностическому корпусу и главному врачу максимально быстро все мероприятия по запуску нового оборудования, которое там находится, завершить. На сегодняшний день в учреждении ведутся работы со стороны Министерства здравоохранения Московской области. По установке новых генераторов индивидуальный тепловый пункт по приготовлению горячей воды будет в ближайшее время заменен. Здесь есть с этим проблемы с горячей водой на территории нашей больницы. Также по распоряжению губернатора региона относительно капитального ремонта объектов здравоохранения Взрослое поликлиническое отделение стоит в очереди на выполнение работ на 2021 год. В следующем году здесь должны начаться работы по капитальному ремонту. Мы, в свою очередь, со своей стороны полностью сделали все проекты, прошли государственную экспертизу для выполнения этих мероприятий. Но, к сожалению, вот эта пандемия, ковид немножко перенесла эти сроки. Все эти мероприятия по капремонту должны были быть сделаны в этом году уже, но перенесли на 2021 год. Я думаю, что в следующем году мы эту задачу завершим. У нас появится такое третье на территории городской больницы. Красиво отремонтированное здание со всеми удобствами для наших жителей. После окончания лета многие задумались о вакцинации от гриппа. В Московской области проходят ежегодные прививочные кампании. О том, где и как можно сделать прививку, смотрите. Пришла осень, а вместе с ней ненавистные простуда и вирусные заболевания. Расслабляться рано. В этом году ковид-19 и грипп выступают единым фронтом. Совсем скоро начнется сезон простуд, которого, увы, не избежать. В связи с этим каждый год в Электрогорске проводится вакцинация от гриппа. Чтобы избежать заболевания, врачи рекомендуют делать прививки в кабинетах нашей городской больницы. Но если в будние дни у вас нет на это времени, для этого существует мобильный пункт вакцинации, расположенный на городском рынке рядом с торговым центром ДНС. В связи с понятными обстоятельствами вакцинация проходит более масштабно, чем в предыдущие годы. Крайне важно защитить от управляемых инфекций как можно больше жителей. А грипп относится к тем вирусам, которые легко предотвратить с помощью вакцинации. Для того, чтобы сделать прививку, необходим паспорт или полис ОМС. В мобильном пункте медицинский работник проводит небольшой осмотр, подтверждающий отсутствие противопоказаний. Не должно быть обострения хронических заболеваний, аллергических реакций на препараты, аллергические реакции на куриный белочек. А какие рекомендации после введения вакцины? Вместо инъекции не мочить, алкоголь не принимать и не переохлаждаться. По словам врачей, вакцинация пользуется большой популярностью в этом году. Во время съемок очередь из желающих поставить прививку была довольно внушительной. Вакцина от гриппа абсолютно безопасна, потому что в ее составе не живой вирус, а его фрагменты, которые провоцируют выработку антител в организме. А поскольку живого вируса в составе препарата нет, заболевания он вызвать не может. Возможно, небольшая местная реакция в виде покраснения кожи, что зависит от ее типа. Также в арсенале есть вакцина Flu-M для тех, у кого на совигрипп аллергия. Прививаться рекомендует и взрослым, и детям, особенно тем, кто находится в группе риска. Почему решили сделать прививку? Я прививаюсь каждый день, ой, каждый год от гриппа. Я считаю, что это надо. То есть долгое время я не прививалась, но вот когда сделала прививку, был эффект. Когда целую зиму я ни одним простудом не заболела. Детишек тоже? И детей, и мужа, то есть вся семья. Вот, поэтому я считаю, что надо делать прививки, и не только от гриппа. Хорошо. От одной прививки мы никогда не отказывались. И делаем сверх нормы. Каждый год прививаюсь, и слава богу, гриппа, бог меня милует. Вы чувствуете какую-то разницу, когда сделаете прививку? Так, безусловно. Считаете как, рекомендуете жителям все-таки? Рекомендую. Муж придет тоже делать. Некоторые скептически относятся к вакцинации. Прививаться или нет, дело, конечно, добровольное. Врачи не принуждают, но напоминают. Грипп каждый год причина 250 тысяч смертей в мире. Минимум. Еще у трех миллионов жителей планеты вирус вызывает серьезные осложнения. К началу учебного года в рамках проекта «Современная цифровая образовательная среда» в лицей поступило новое оборудование. Такой шаг должен сделать образование более доступным, качественным, а сам процесс его получения более увлекательным. Для того, чтобы узнать, как это выглядит на самом деле, наши корреспонденты отправились на урок, чтобы в реальности окунуться в мир новых школьных технологий. Мир меняется буквально на глазах. Родители сегодняшних учеников только могли мечтать о планшетах, ноутбуках и сотовых телефонах. А уж оборудование, которое в этом году появилось в классах городского лицея, видели только в фантастических фильмах или читали в книгах популярных фантастов. У нас это, наверное, развитие цифровой образовательной среды, потому что у нас достаточно обеспечена с технической стороны школа. Но это такое новшество, новое веяние, которое, я думаю, пойдет на пользу тоже всем. В каких кабинетах установлены? В кабинетах ОБЖ и в кабинете физики. В настоящий момент у нас кабинетная система, поэтому там обучаются 10 и 11 класс. В дальнейшем, думаем, что будет использоваться на разных предметах. Цифра открывает новые возможности для образования наших детей. Кардинально меняет процесс передачи знаний, выводит образовательные технологии на новый уровень. А вот глядя на учеников, на детей, которые занимаются, не отвлекает ли их вот эта новая картинка оборудования? Нет, я думаю, она им сильно помогает, потому что они могут увидеть то, что нельзя показать в учебнике или на картинке статичной. Можно показать какие-то химические опыты, которые нельзя провести в школе, какие-то физические тоже, лабораторные работы и так далее. Причем набор новых образовательных технологий и инструментов внедряется не взамен старых и привычных, а в дополнение к ним. У нас поступило две интерактивные панели. Интерактивная панель отличается от интерактивной доски, то, что не нужно никакое дополнительное оборудование вроде проектора. Она сама является, по сути, огромным планшетом. Соответственно, картинка более яркая, интересная, красивая. Поступили ноутбуки для обучающихся, ноутбуки для учителей. А также дополнительно нам еще поставили 40 планшетных компьютеров, с помощью которых учителя могут оперативно, например, заполнять журнал. Ну а теперь, конечно, о плюсах данного оборудования. В чем их преимущество? Ну, естественно, что наглядность повышается, можно многое показать, быстро открыть, пользоваться ресурсами интернета, которых огромное количество, пользоваться различными электронными образовательными ресурсами, электронными учебниками. То есть, возможностей огромное количество, главное, грамотно использовать и не забывать, конечно, про традиционные формы обучения. Сами школьники, помимо доступа к учебным материалам, смогут пользоваться онлайн-ресурсами библиотек, создавать проекты и работать совместно друг с другом в онлайн-режиме. Скажите, вот у вас, как вы работаете с новым оборудованием, как впечатление, как работаете с ним? Ну, ноутбуки отличные, очень хорошо, что у них сенсорный экран, это очень удобно. Также они противоударные, по-моему. Быстро и легко можно найти, там, в интернете вот это все есть. А если все-таки сравнить с нашими учебниками, как лучше? Сейчас? Сейчас, конечно, потому что информацию легче будет найти в ноутбуке, чем в книжке. Современные гаджеты для ребят стали настолько привычными и обыденными, что прекрасно вписались в школьные уроки. Разбирая новую тему у доски, в пару кликов можно найти видео и фотоматериалы, подаваемые в виде таблиц, графиков и картинок. В одну секунду, буквально взмахом руки, стереть неверный символ. Преимуществ масса. Ну, нам все нравится, все отлично, это намного лучше по сравнению с обычными книжками, удобно и быстро. Это просто намного интереснее, так, работать на уроках, чем с учебниками. Ну, вот в чем эти плюсы? Ну, открывается много новых возможностей, мы узнаем где-то, что это новое, и мы работаем в различных программах, и это интересно. Традиционные школьные доски, бумажные дневники, журналы, проекторы и указки заменило учителям и ученикам новое цифровое оборудование. Также в рамках проекта в школах проводят высокоскоростной интернет, обеспечивают защиту цифровых каналов связи, доступ к информационным ресурсам, организуют переподготовку педагогов. Что касается оборудования, там сейчас установлено российское программное обеспечение на базе Линукса, но, в принципе, нам дали свободу на то, чтобы это оборудование подстраивать под себя и менять и операционную систему программного обеспечения, если у нас есть лицензия. У нас лицензия есть, поэтому мы еще с оборудованием поработаем. Внедрение новых образовательных инструментов в наших школах – проект приоритетный и неизбежный. И ими нужно научиться пользоваться эффективно, минимизировать вред и максимизировать пользу. Обход по городу. В центре внимания – комплексное благоустройство, содержание объектов торговли, городской парк и город сказок. Капитальный ремонт домов. Подробности в нашем следующем сюжете. Дом молодежи Фонд капитального ремонта приступил к выполнению работ по ремонту фасадов и кровель на улице Советской. Сейчас работа уже началась на Советской 4, 6, 8. Задача в этом году стоит отремонтировать дома с 4 по 22 дом. И самое главное, чтобы качество выполняемых работ и, соответственно, качество материалов было на высоком уровне, будем почаще контролировать, что там происходит. Это самое, наверное, главное и важное на сегодняшний день. Есть ряд существенных замечаний к содержанию торговых объектов. Расклеенные на фасаде рекламные объявления, мусор на территории. А вот, например, на Советской 32 совсем неприглядная картина. Контейнерная площадка открыта. По периметру объекта разбросаны бутылки, пачки из-под сигарет, старая мебель. Довели до собственника эту информацию, чтобы они все-таки как-то содержали свои объекты в надлежащем виде. Понятное дело, что каждый торговый объект, он предназначен в первую очередь для извлечения прибыли. Но самое главное, я считаю, что это люди, это клиенты, о которых они должны думать в первую очередь создавать максимально благоприятные условия для обслуживания клиентов. В целом, хочется отметить, что в городе относительно чисто, но в некоторых местах наблюдается скопление мусора или там, где недорабатывают наши коммунальные ЖКХ службы. На все такие места были даны поручения, задача непосредственно быстро все привести в порядок. Ну и выявили сегодня некоторые ямы во дворах, на дорогах, которые также нашим дорожникам нужно в ближайшие дни прямо отремонтировать и привести все в порядок. К сожалению, хочется сказать, что случаи вандализма в городе продолжаются. Мы сегодня видели, как горка деревянная на озере Стахановском разбирается, периодически сжигается в мангалах, там, где люди жарят шашлыки. То есть они из горки растапливают, используют ее как дрова. Детские элементы ломаются, выкорчевываются. Ну, по-прежнему лавочки. Ну и очень часто на бордюрах, очень часто на обочинах и придорожной сети мы встречаем большое количество мусора. То есть люди выбрасывают прямо из окон бутылки, пакеты. Также на автобусных остановках оставляют пакеты. Вот этот, к сожалению, мы еще пока не победили. Но надеюсь, что таких случаев все будет меньше и меньше. Посетили зону отдыха горожан. В городе Сказок предстоит выполнить ряд ремонтных работ. Починить и обработать пенотексом горку и деревянное ограждение, убрать мусор, а на теплых озерах починить брусчатку, ведущую к ротонде. Подряд на организации предприятия ГРЭС-3 ведется очистка поверхности водоемов, находящихся у них в аренде. Тоже очень важный момент. ГРЭС-3 приступили к очистке теплых озер. Сейчас ведется удаление камыша и очистка водной поверхности. Надеемся, что данная работа принесет уже результат, как по прошлому году, и наши озера будут еще чище. Хочется выразить благодарность Андрею Леонидовичу Шулатонову, директору ГРЭС-3, за те мероприятия, которые сейчас они проводят на теплых озерах. В городском парке, помимо установки детской игровой площадки и модульного туалета, ведутся подготовительные работы перед открытием. Глава поручил навести порядок на дополнительной игровой площадке, убрать листву, спилить аварийные ветви, прополоть брусчатку, убрать провода и завершить мелкие ремонтные штрихи. Завершается монтаж игровых элементов на самой большой, самой дорогой детской площадке в парке. Как уже видим, что сейчас все подходит к тому, что подрядчик будет выполнять работу по устройству резинового покрытия. И мы для себя наметили 3 октября торжественное открытие нашего городского парка после всех выполненных работ по программе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Останется только установить до 3 октября на отдельный, раздельный туалет, блок секции раздельного туалета. Глава озвучил важную новость, касаемую отопительного сезона. С понедельника начнется, с 21 сентября начнется заполнение системы теплоснабжения. То есть мы хотим немножко в этом году облегчить пуск тепла. Соответственно, с 28 сентября будет отключение горячего водоснабжения и перевод оборудования на станции ГРС-3 и наших всех тепловых сетей в зимний режим. Подача горячего водоснабжения возобновится уже ближе к ночи с 1 на 2 октября. И пуск отопления, соответственно, будет уже 2 октября. Если в квартирах демонтирована батарея или ведется замена стояков у жителей города, необходимо до 21 сентября все эти работы завершить в избежании всяких разокаворийных и неприятных ситуаций. В начале недели наши корреспонденты побывали в гостях у президента ЗАО «Экология» Сифодина Морданлы. Буквально на днях ему присвоена должность профессора кафедры эпидемиологии и современных технологий вакцинации одного из самых престижных образовательных учреждений страны – первого медицинского университета имени Сеченова. Но это далеко не весь список достижений человека, который сделал себя сам. Анна Вязгина узнала секрет успеха руководителя одного из самых успешных предприятий города. В далеком 1991 году группа энтузиастов в составе пяти человек создала небольшое предприятие. Постепенно, шаг за шагом, оно росло и совершенствовалось, и сейчас ЗАО «Эколаб» – современное, динамично развивающееся российское промышленное предприятие с номенклатурой продукции, включающей более трехсот наименований. В 2021 предприятие отметит 30 лет. Все это время бессменным руководителем является Сейф-1 Гашимович Морданлы. Занимаемся в двух направлениях. Это производство лекарственных препаратов и производство диагностических, медицинских диагностических наборов. Во-первых, мы были молодыми, когда создавались. Было желание идти вперед, двигаться вперед. Были грамотными специалистами наши учредители, первая команда. Нам хотелось сделать что-то нового для страны, для людей и для себя, естественно, в первую очередь, чтобы зарабатывать денег. Ну и нам это удавалось. Сегодня предприятие производит около 50 видов лекарственных препаратов. Например, Менавазин-спрей, хит-продаж. Эколаб является единственным в стране производителем данного лекарства, продажи которого составляют 10 миллионов рублей в месяц. Травяные настойки, популярные среди жителей старшего поколения. Диагностические наборы на СПИД, ВИЧ, различные инфекционные патологии. Секрет успеха очень прост. Если хочешь чего-то добиться, надо идти к своей цели. Во-первых, должен ты иметь хорошее образование. Сначала ты должен получать образование, то есть учиться. Вот, допустим, я школу закончил далекие 72-е годы. В 72-м году я закончил школу хорошими оценками. Сейчас, когда назад смотришь, ничего не можешь сделать со своим, значит, прошлым. Вот какие есть аттестаты, оценки, то есть. У меня там 4 четверка, остальные пятерки. А другой, у него одни тройка, он тоже ничего не может сделать. Я говорю, почему ты так плохо учился? Вот так учился плохо. Ты должен учиться хорошо в школе. Это важно. Потом ты должен получить хорошее образование, институтское образование. Я поступил в Азербайджанский медицинский институт в 72-м году, сразу после школы, и в 78-м году закончили его. Естественно, надо работать в той области, где ты специалист. Допустим, я закончил медианинститут, да, сангик-факультет и работаю в этой области. У меня там все термины, все инфекции, все препараты знакомые. Это я получил базовое образование в этой области. Если я пойду юристом работать, конечно, у меня, наверное, плохо получится, потому что я по образованию не юрист. Поэтому надо идти в той области, где ты знаешь, умеешь и учился. Вот это важная деталь. Поэтому надо заниматься с той... Или если ты берешь новую область, значит, там параллельно надо учиться той профессии, которую ты для себя выбрал. Ну и труд, конечно, труд, ежедневные вкладывания себя, своей жизни в ту работу, которую ты выбрал. Когда вкладываешь, потом она начинает на тебя уже работать. Ты сначала зарабатываешь имидж, зарабатываешь знания, потом знания, имидж работают на тебя, тебя поднимают, тебя помогают. Ну и создание коллектива, конечно, один из моментов, что создать, подобрать людей хороших, там, в первую очередь, достойных людей, крамотных, крамотных и порядочных. На предприятии трудится 350 сотрудников. Среди них много молодых и перспективных специалистов. Руководство поддерживает молодежь. Это и прохождение обучения параллельно с деятельностью, финансирование обучения за счет предприятия. Получают образование и в Москве, и в Подмосковье. Например, Государственный гуманитарно-технологический университет в Орехово-Зуево, где Сифадин Гашимович читает лекции студентам. Я преподаю в университете. Я преподаю в университете ГГТО Орехово-Зуево, Государственный гуманитарно-технологический университет. Работаю на должности профессора кафедры. Преподаю предмет микробиология. Преподаю молодым студентам. И с удовольствием этого делаю. Я читаю лекции. Это занимает у меня там один, иногда два дня недели. Два или четыре часа. Вот я считаю, что это я правильно делаю для того, чтобы передать свой опыт молодым, молодое поколение, подготовить людей, которые потом, часть из них потом приезжает к нам на предприятие и работают у нас на разных должностях. И я недавно устроился на работу. Первый ММА имени Сеченова. Меня пригласили на работу в кафедре эпидемиологии, профессором кафедры. Тоже 0,25 ставок всего на всего. Потому что много у меня не получается, потому что у меня уже третье место работы. Я буду читать лекции по эпидемиологии и вакцинопрофлактике врачам, эпидемиологам, то есть это постдипломного образования. То есть люди закончили вуз, а теперь повышает квалификации. Я в этой кафедре, значит, буду им читать лекции. Правда, начну я читать лекции с четверга и по зуму. По зуму, как сейчас модно, потому что мне 65 плюс. И мне разрешают, говорят, вам нельзя. Я делаю это не для того, чтобы зарабатывать деньги, хотя там деньги неплохие, дают мне 0,25 ставок, дают там 25 тысяч рублей. То есть ставка, если я работал бы, 100 тысяч получал бы. Ну, я делаю для души, для людей, для страны. Возможно, если у меня еще какие-то коммерческие интересы, что я буду рассказывать иногда о нашем предприятии, о продукции нашего предприятия. Они там увидят, узнают. Кто-то, может быть, там будет подключаться, делать бизнес с нами, у нас покупать наши продукции. Поэтому в этом отношении это хорошо. По словам президента предприятия, это дает возможность быть в строю, наготове, тренировать и улучшать свои знания, изучать проблемы медицины и рассказывать о них. Кроме того, он пишет книги по специальности эпидемиологии и лабораторная диагностика, которую он защитил в 2016 году, получив за это докторскую степень. Все книги посвящены тем продуктам, которые производят на предприятии. Я не пишу книги о космосе, о философии и так далее. Хотя очень интересно по философии, надо философствовать на эту тему. Я пишу книгу именно по тем наборам, по тем специальностям, которым мы занимаемся. Это тоже, с одной стороны, как бы реклама нашей работы, с другой стороны, делиться опытом, то, что есть багаж знаний, оставить после себя. У нас есть такая книга, именно химический метод лабораторной диагностики, методом именно химического анализа, производства наборов. Это вот то, что мы 35 лет делаем. 35 лет там, пока... 30 лет, да, 30 лет эколаб, 5 лет еще я работал в другом предприятии, антигеник так называемый. И вот опыт накопил, это вот вложил на бумагу и напечатал, и всем раздаю, что вот, пожалуйста, берите. Особенно молодым специалистам очень важно. Они приходят на работу, получают эту книгу, и там все написано, как надо работать, как производить. Сейфадин Гашимович является членом двух диссертационных советов. Первый – по защите докторских и кандидатских диссертаций в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Второй – в Институте прикладной микробиологии, расположенном в Оболенске. Я как член Совета тоже езжу для того, чтобы присвоить или не присвоить ученые степени кандидата наук, биологических или медицинских наук, и доктора биологических или медицинских наук. Помимо книг им написано около 225 научных статей, индекс Хирша, то есть цитирование которых, составляет 12. В Орехово-Зуевском университете, где Сейфадин Марданлы читает лекции, есть свой журнал «Известия ГГТУ», и он является его главным редактором. В нем печатаются научные статьи. И еще я являюсь членом редколлегии журнала «Клиническая лабораторная диагностика». Там тоже печатаются наши сотрудники и других журналов печатаются. У нас готовятся люди учатся аспирантурой или соискателями являются. У меня лично моих аспирантов трое, соискателей трое. Один защитился Гафаров Рамис, он у нас работает по виресологии. Вторая Акиншина Юлия, она готовится зашита, наверное, до конца этого года будет у нее зашита. И третья Авдония Александра Сергеевна, наверное, мы планируем защитить ее в первом полугодии следующего года. Я должен минимум троих выпустить аспирантов, для того, чтобы подать документы в акт для получения звания профессора. У меня пока сейчас должность профессора. По словам доктора медицинских наук, чтобы молодому специалисту стать профессионалом в своей области, надо двигаться вперед, осваивать науку, писать статьи, защитить диссертацию, труд и только труд. Вот это вот все надо делать шаг за шагом и дойдем до докторской степени среди наших сотрудников. Я много их предлагаю. Вот кто-то боится, кто-то там не может. Вот у меня семья, дети, муж и так далее, и так далее. Но и кто-то говорит, я могу, хочу. Вот самое главное для себя хотя бы сказать, ты хочешь этого, ты можешь этого для себя. Конечно, очень важно быть рядом с светилой науки. Да, во-первых, значит, я был кандидатской диссертацией, когда делал. Тоже мне повезло, по жизни меня вообще везет. Повезло, попал я очень хорошему человеку. Весть Ивана Васильева, сейчас ее нет, царство ей небесное. И она была мне как мама, вот так вот, прямо вот, помогала во всем, и в том числе научном плане. Это был далекий 85-й год, я защитил кандидатскую диссертацию по теме гепатита А, лабораторной диагностики. А когда докторскую диссертацию, я обратился, есть такой ученый Владимир Владимирович Долгов. Он институт совершенства врачей, работает заведующей кафедрой. И Валентин Иванович Покровский, это очень известный человек, ему сейчас 93-й год. Покровский, он жив и здоров, работает, старается, ездит, там выступает. Является председателем совета, диссертационного совета. Вот они вдвоем мне помогли, я иногда даже, ну, докторскую диссертацию делаю, конечно, не как кандидатскую, да, очень, не так просто, сложно. Они со мной работали, занимались, и направляли меня, исправляли, читали, замечания делали. То есть работа была очень долго, несколько лет. Вот они меня вели, я иногда даже думал, может, они руками отмахнут меня, говорят, сколько мы замучились с тобой, больше не будем. Нет, они сказали, мы должны тебя до конца довести. Довели меня до конца, я за 60, говорят, теперь все, добрый путь, иди. Наука движется вперед, предприятие не стоит на месте, и в его развитии открываются новые горизонты в виде разработки новых препаратов и наборов. Вот, допустим, мы сейчас, современный набор, самый последний какой, это COVID-19, да, коронавирусные инфекции. Мы сделали набор быстрый тест для его диагностики, там в течение пяти минут можно капли крови определить, там есть ли антитела М и G класса. И делали иммуноферментные наборы, тоже сделали, вот это наши новые, современные разработки, ноги времени, да, мы его зарегистрировали и уже поставляем в учреждения здравоохранения. В 2019 году правительство Московской области на бесконкурсной основе выделило 2,5 гектара земли и помогает ее осваивать. Это проектные работы, согласование проекта санитарно-защитных зон. На этих площадях планируют освоить новые виды деятельности – мази, гели, суппозитория. Мы в последнее время начали осваивать очень много БАДов биологической активной добавки, допустим, один из них там называется Детрим, витамин Д3. Вот он будет у нас очень полезный. Потом лактоза, лактоза для детей, грудных детей, не хватает фермента лактозы, мы его, значит, будем им давать, чтобы они использовали. Или лактолиф – это пробиотик для нормализации микрофлоры кишечника. Герой нашей программы ведет здоровый образ жизни, правильное питание, занятия спортом, один из любимых видов – теннис. Беседа прошла совершенно незаметно и оставила самые приятные впечатления. А в конце – приятный подарок на память. Книга в жанре автобиография, которую Сейфадин Гашимович выпустил в свой 65-летний юбилей. Если в философии вернуться, да, в философии, все, говорит, там, в твоих руках. Только вот у тебя в руках все. Надо работать, надо заниматься, надо иметь терпение, надо вести себя корректно, культурно, достойно, и у тебя все получится. Один товарищ пришел, мне говорит, скажи ты, как мне ночью спать, а утром стать миллионером? Я говорю, могу подсказать. Он говорит, как? Я говорю, ну, если хочешь там ночью спать, а утром стать, тебе надо ночью ограбить банк. Ну, это была шутка, конечно. И утром, помнишь, миллионером. Ну, потом что будет с тобой, никто не знает. А если хочешь действительно стать миллионером, значит, ты должен каждый день идти к этой цели. То есть расширять свой бизнес, работать над собой. Вот тогда у тебя все получится. Поэтому быстро не бывает, а потихонечку, медленно, ну, верно, надо двигаться своей целью. Тогда у тебя все получится. Всероссийская Олимпиада школьников – это старейшая и самая престижная Олимпиада в нашей стране. Проводится она в целях выявлений и развития у школьников творческих способностей и интереса к науке. А еще во время проведения такой масштабной Олимпиады отбираются ребята с выдающимися способностями, чтобы в составе сборных команд Российской Федерации защищать честь страны в международных Олимпиадах по общим образовательным предметам. Первый школьный этап Олимпиады стартовал 7 сентября. И впервые он проходит в режиме онлайн с использованием дистанционно-информационно-коммуникационных технологий. Регистрация открыта уже была с 7 сентября. В данном случае до понедельника, то есть до вчерашнего дня практически каждый ученик нашего лицея, как и ученик любой другой школы Московской области, смог зарегистрироваться на соответствующем сайте и уже выбрать себе Олимпиады. Какие дети участвуют? То есть у нас участвует возможность есть участие с 4 по 11 класс. Ученики 4 классов участвуют только в Олимпиаде по русскому и по математике, остальные дети в Олимпиадах по 24 предметам. То есть ребенок имеет право выбрать Олимпиаду, какую он захочет, ну и естественно, если что-то он не захочет, возможно, ему порекомендуют учителя. При этом Олимпиады проходят и по некоторым дисциплинам, которые не входят в программу. Например, по астрономии, экономике, всевозможным иностранным языкам. Так что всегда есть возможность найти себе Олимпиаду по душе. Вчера проходила уже первая Олимпиада по экологии. К сожалению, вчера не всем детям удалось пройти Олимпиаду, потому что были проблемы с сайтом. То есть после 6 вечера родители уже как бы немножечко нас теребят, что дети зависают у них сайт, они не могут войти. Но мы думаем, что сегодня-завтра эти проблемы будут решены. И желающие дети и те, кому порекомендовали учителя, я думаю, смогут пройти все Олимпиады по тем предметам, которые выбрали. Участие в Олимпиаде открытое и бесплатное для всех желающих. Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников получат возможность поступления в ВУЗы на льготных условиях. И о погоде на выходные. Ближайшей ночью будет пасмурно, пройдет небольшой дождь, температура плюс 7-9. Атмосферное давление в пределах нормы. 19 сентября в течение суток ожидается пасмурная погода, небольшой дождь. Днем плюс 13-15. Ветер северо-западный умеренный, ночью плюс 7-9. В воскресенье ожидается переменная облачность, днем плюс 10-12. Ветер северо-западный умеренный, ночью плюс 5-7. На этом у нас все новости на сегодня. А прямо сейчас эфир продолжит полюбившиеся зрителям рубрика «Мастер-класс». У нас в гостях замечательная девушка, волонтер, многодетная мама, чудесный кулинар Русалина Шакирова. Сегодня мы будем готовить воздушный яблочный зефир. Приятного просмотра! А я прощаюсь с вами. В студии была Ольга Костина. Хороших вам выходных. До встречи на канале ТВЛ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова